Добрый день, меня зовут Николай Павлович и задача кукуруза и вот то большое, кусок этого, да? Вот это нам надо осмотреть. Скажите, пожалуйста, кто занимается реально наутилом? Здесь? Да, это что? Реально занимается наутилом. Ахей. Мыслит лет 10. Мыслит лет 10, а первый год. Понимаю другое. Многие начитались вот тех аксиом, которые есть в наутиле. Одна из таких предосторожностей или забаганок на наутиле, на наличие растительных остатков нельзя применять почвенные гербициды, потому что они не работают. Есть такая? Есть. Вы в это верите? Нет. У нас нет информации. Все, вот отлично. Есть задача. Сейчас вы пройдете вот до конца этого и мы посмотрим, действует оно или не действует. Есть одна задача. Второе. Скажите, пожалуйста, что такое гербокритический период? Гербокритический период явно влияет на эту гультурную растительность. О. Он длится в кукурузы с по. Значит, вот здесь биология культуры. Вот это все технологические решения, принятые на том, чтобы мы немножко больше узнали о растении, отсюда принимается какое-то технологическое решение. Скажите, вот наиболее ярко это представлено на такой культуре, как пшеница. Вот помните, там надо вносить удобрения. Один раз, второй раз, третий, четвертый. И уже все расписано. Вот это действует на хищение, это на рост стебля, это на колос, вот это на массу тысячи семян. Вот когда все это поняли, вот тогда появилась вот эта градация и деление удобрений. До этого удобрения вносились разово или в подкормку и все. Вот то же самое на кукурузе. Если мы понимаем, что такое гербокритический период, то есть период, когда растение започатковывает, зарождает свое будущее, то есть закладывает в точке роста будущий свой початок. Оно все абсолютно сконцентрировано на выполнении вот этой миссии. Абсолютно все. И в этот момент любые обработки химии приводят к тому, что растение начинает защищать от химии самое тонкое, это будущий свой урожай. И вместо того, чтобы его развивать, оно инактивирует гербицид. Отсюда вот такая идея даже тех, кто работал или приводилось видеть генетически модифицированную кукурузу устойчивую к раундапу. Удивительно, но американцы на эту кукурузу говорят, ребята, если вы хотите, то есть, а это зона Айовы, где высокий урожай, где при низком или среднем урожае это не так уж по большому счету. А вот когда ты идешь на уровне там 15 и выше, тогда это уже имеет очень серьезное значение. И они говорят, на ГМ надо применять почвенные гербициды. Зачем? Объясните мне. На ГМ кукурузе, которую на раундапах... Конкуренция, когда наступает конкуренция? Сразу растение конкурирует с кем? Стресс растения за время применения... Вот, убрать стресс, когда она закладывает. Вот смотрите, биология кукурузы, она закладывает будущую точку, начиная с третьего листочка и заканчивая там шестым, да? Это для раннеспелых гибридов и заканчивая седьмым-восьмым для позднеспелых гибридов. Вот этот период, она должна сконцентрироваться на том, что заниматься своим делом, а не воевать с нашим гербицидом, который мы таскали в этот момент. Как мы можем от этого уходить? Вот американцы говорят, что давайте даже на ГМ кукурузе вносите почвенный гербицид, держите вот этот период свободным от гербицида и вносите его поздно. Если у вас не получается почвенный гербицид с самых разных позиций, не получилось, у вас сухая весна, вы пересохли в почву, лучше тогда первый гербицид вносить в фазе двух листочков, а потом в следующий в фазе семи, но дать вот этот промежуток, чтобы она не имела. Что значит в фазе двух листочков, почему она в этот момент не думает о будущем? Потому что она живет в основном за счет семени, которая там еще есть, огромный запад питательных средств. И как младенец она использует маму для защиты и наиболее защищена от всех проблем. А потом, когда она входит туда, тогда начинаются все эти проблемы. Теперь, вот то, что вы смотрите, вот на этой кукурузе, на этой делянке будет внесен гербицид с 8-9 листочков. Это очень поздно. Если вы разрешаете, сегодня, слава богу, есть гербициды до 10 листочков, и можно снять любую проблему сорняков в 10 листочков и иметь чистейшую кукурузу. Но за это время растения пообщались с вот этими друзьями, которые растут рядом. Как общаются растения? В отличие от животных, которые тоже имеют общение, и мы с вами тоже, животные не понравились, разбежались. Вот тоже, если вам не нравится, вас сосед пересели за другой стол и проблема решена. Растение не может уйти от соседов. Они должны выжить обои. Тогда что? Любое растение, поглощая питательное, то есть, беря из почвы, одновременно выделяет в почву информацию о себе. Ну, как вам сказать, это то же самое, что каждый животный метит свою территорию. Львы, собаки и кошки все метят. И растение тоже метит. Я здесь. И когда сосед забирает эту информацию, он начинает понимать, что с этим соседом придется жить. И тогда их, они великие дипломаты. И начинают каждый уменьшать свой потенциал урожая. То есть, початок не такой, а вот такой заложу. И тыс тоже не такой колос, а вот такой. Они обои выживут. Обои будут возобновления потомцев, возобновления видов, а не тот урожай, который мы хотим получить. И чем дольше они общаются, тем больше закладается вот эта для них информация. Поэтому разрешать им расти вот до этого состояния ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Иначе мы ничего не будем. Для того, чтобы перевести эту, даже в таком простом изложении, серьезную, морфологические, ботанические вещи, кукурузы, можно свести к практическому. Вот коробка спичек. Все прекрасно знаете, как она. Вот правило применения гербицидов. Вот когда вот так коробка спичек лежит, это примерно один сантиметр высоты. Вот это идеальное время применения гербицидов на любой культуре. Идеальное время уничтожения сорняков. Просто в этот период классика. Минимальная норма, высочайшая эффективность. Как только, это отлично. Потом, если вот так стоит коробка спичек, это 3 сантиметра. Это хорошее время применения гербицидов. И удовлетворительно, когда вот так стоит 5 сантиметров. И когда вам хвастается, что ребят, мы уничтожили вот такой сорняк, вот такой высоты, смотри, какой у меня классный гербицид. Я вот снял вот такой сорняк даже. Большой, да? Это называется, обманули сами себя. Вот там урожай уже нету, который это самое сделан, да? Мы убрали со своей глаз, глаз долой и сердце вон. Все, вопрос решен, но вред от сорняка остался. И позднее применение гербицидов гарантирует вам всегда фитотоксичность на культуре. Вот я вам, для примера, все видели кукурузу, да? Початок. Идеальный початок, который нигде не пострадал, ничем не поврежден. Это ровных 16-18 рядочков, да? 22. Но потом смотришь, один рядочек идет, ац, перебежали друг другу дорогу и разбежались, да? Потом кто-то этот початок немножко скрутил. Вот тут 18, вот тут 16 рядов. Куда делись? То есть они доходят, середина и вот бежали. Это что такое по-вашему? Сердоксинка. Точно. Это то, что мы с вами сделали. Не надо кивать ни на селекцию, ни на генетику. Помните, что вы туда применяли. И вот это неправильное или несвоевременное применение. Дело в том, что обычно это никто практически не обращает на это внимание. И культура часто по внешнему виду, когда листочки, трудно понять, она вроде нормальная, ничего ж не случилось, да? Потом вы видите на початке. Если это пшеница, то вспомните, такую ситуацию я тоже думаю, что многие видели. Хороший колос, согнутый полополам. Вот это белая часть, ни одного зернышка, а вот это нормальный колосочек. Это что? То же самое с действием гербицида. Теперь, вот это мы ничего не вносили. Дальше. Вот полное внесение, но позднее. Посмотрите, вот пятый, шестой листочек. Вот мы сочканули и дали возможность. Смотрите, насколько присела кукуруза в сравнении даже там, где она растет с сорняками. Вот рядом сорняки, а там кукуруза выше, неж здесь. Да, она там потом загнется, а здесь поднимется. Но вот это приторможение, это вот тот некосульфурон, который, мы говорим, один из лучших гербицидов. Вот эффект его прямого действия. Это как таблетки, которые мы пьем от всех болячек. Пьем от головы, а болит печень. Так вот это вот точный, то есть, и решаем, что лучше. Хай немножко печень-то помучится, но голова не будет болеть в итоге. Вот это тот же самый эффект. А вот если ничего не делать, то есть, таскать или фасад. И посмотрите, эта кукуруза лучше места, которые мы защищали. Да, сейчас она лучше. Но внесем препарат, и она будет более жестко посажена. Вот там 8-9 листочков. Вы видите, эта кукуруза не поднимется больше вот такой высоты. Ей там будет совсем плохо. И вот когда. Не калифосат и не ксульфурон, но смотрите когда. 2-3 листочка. А теперь сравните. Намного лучше, или она такая же кукуруза, как вот там, на варианте, где мы ничего не делали. Вот вам своевременность применения, 2-3 листочка, а не 5-6. Всего-то на вся эта разница в неделю. А эффект супер. И здесь у нас абсолютная чистота, и решены проблемы. И вообще-то, когда вы смотрите на поле и оцениваете эффективность гербицидов, видите вот такое чистое поле, вы не должны видеть уничтоженных сорняков. Вот когда вы не видите уничтоженных сорняков, вот это гербициды работали классно. А если вы видите целую кучу засохших и так далее, значит парни в чем-то явно ошиблись. А вот смотрите, добавлен всего-навсего ацетохлор. Вот починник. Да? Кукуруза пострадала? Нет. Нет. Теперь второй вариант. Когда мы к этой ацетохлору добавляем никософронтус, послевсходовый. Абсолютная чистота. И вот здесь работает ацетохлор. Работает классно, если вспомним, вот те, да? И вот последний вариант, самый идеальный, можете сравнить развитие кукурузки. Вот без, послевсходовый, да, контроль. А вот послевсходовый. Но внесет дым в два листочка вместе со ацетохлором. И вот самый простой и надежный система. Когда работает первая защита, и когда гербицид вносится, тогда, когда устойчива культура. Посмотрите на эти посевы. Вот должна какая быть кукуруза. Все вот те варианты, вот если мы сейчас разложим кукурузку в рядочек, вы увидите, что все те проиграют вот этому варианту. То есть еще раз повторяю. Вы видите, что здесь были сорняки? Попробуйте найти уничтоженный сорняк. Уничтоженный, да? Ну вот это один. Один, да, да, один. Но хороший. Не, мы в принципе не должны видеть уничтоженных сорняков. Еще, для всех вас, когда вы стоите вот так и говорите, вот здесь сорняков нет, это неправильно, это неверно. Вы не умеете смотреть сорняки, особенно для раундов. Вам необходимо сделать, ну то есть присесть, и вот только вот тут вы увидите вот такие весной. Маленькие, зелененькие листочки, только-только выходящие. Когда ты стоишь, ты их не видишь. Кажется, да еще рано, да еще рано. Когда ты присел, боже, то там их оказывается целое море. И не надо быть жадным в плане, ну все, хай же они все повылазят, а потом я их одним махом сразу всех бах. Это неверный подход. Увидели вот те маленькие? Минимальная норма снимает все ваши проблемы. Минимальная, да. Минимальная, да, не надо. Это правило. Это правило. Вот так вот надо. Почему? Литра уберет. А? Литра уберет. С элементарно. А теперь, тем более, литра, если вы еще будете работать, в лифосаде есть такая особенная. Вот если большинство препаратов гербицидов у нас идет по норме на гектар, то для лифосада чрезвычайно важна концентрация. Лифосад не любит с водой. Во! Абсолютно. А не любит это сколько? А еще жестко, а литром? Не, ну тоже, да. Вопрос качества воды, это идеально. Отдельный вопрос. Отдельный, нет, я серьезно говорю, это очень серьезный вопрос. Федрая, мягкая, это вот вода. Есть жесткая вода, то есть налитие мания, там гальция, которая иногда приносит препарат. И PH самой воды. Оно может быть больше, оно может быть не удовлетворяется, и тогда проходит просто инактивация гербицидов, еще не долетевшего до растения. Вот это то, что я бы хотел отметить вам по системе контроля сорняков в кукурузе, тех принципов, которые наименьшие, которые дозволяют получать максимальный урожай с минимальным неактивным действием гербицидов на кукурузу. Теперь я хочу вам показать еще одно. Если можно, проходим аж туда до конца, вот там вот. Или, ну да. Вы не заметили, когда наноутилье обрабатывается кульфуроном, потом в следующей культуре дает, ну, треск. И для тебя выражают не только два форума. На самом деле, мы первые назвали хор сульфуроны как химическую группу. Далеко не все хор сульфуроны имеют, они у них, чем прекрасны, они имеют нормальную норму, но они имеют довольно сложный период, и все зависит во многом еще и от температуры. А потому что урожайся. Далеко не все хор сульфуроны. Да, вам доверили, конечно, серьезную операцию. Ай, не, я вылупой. О, отлично. Отлично. Еще хватит. А вот теперь до тех аксиом, которые мы привыкли понимать наноутиле. Аксиомой наноутиле поле должно быть покрытие, да? И, желательно, живыми растениями. Я так понимаю, что кто-то был у нас в Хамутовской степи, кто-то был у нас в заповеднике Опаскания Нового, да? И видели кто-нибудь природную степь. Природную степь, характерную для этого региона. Кто-то видел? Да, точно. Ясно. Сейчас просто эта группа, это, Припалтика, Болгария. Все, уходим туда. От этого вопроса, да? Такой вообще не видел. Да. Надо съезжать. Ну, мы на предыдущей конференции говорили о возможности использования сорняков, как в пользу от сорняков, как промежуточных культур в системе земледелия на улице. И особенно это актуально для нас, потому что зона степи характерна тем, что у нас все растет до середины лета. Природная степь на зеленое, до середины лета. Вторая половина лета она полностью высыхает и сухая. Поэтому получить промежуточную культуру у нас супер проблема. Даже на этой почве, по которой вы сейчас входите, вот смотрите, она мягкая, да? Классная. Посмотрите, ни одной трещины вы нигде не видите. Ни одной трещины вы не видите, да? А когда-то, чего нам еще 10 лет назад, спокойно было вставить вот так ладошку. Трещину. В эту, она такая застреска. Сегодня, в конце концов, получили. Даже эта трещина увеличила нас сохранением влаги. Если раньше, ну все равно, ноутил не заменяет дождь. Не заменяет дождь. Он увеличивает количество влаги, но это не значит, что теперь все, да по барабану дождь, и у нас все равно все, всего хватит. Ничего подобного, ничего не хватит, если не держит. Да. Он лучше поглощает, он лучше удерживает. Но должно что-то выпадать, чтобы его удерживать. А если оно не выпадает, то никакой наутил вас не спасает. Вот это вот та промежуточная культура, которую мы хотели бы показать вам, как вот те осимые сорняки, которые мы оставили. Вот эта вся делянка выглядела бы вот так, если бы мы не применяли контроль этой ситуации. Вот посмотрите, по аксиоме ноутил всегда говорилось, что мы должны применить раундап за две недели до посева культуры. Это самый лучший вариант. Вот перед вами уничтоженный вот такой вещь, вот такая вещь, уничтоженный за 14 дней до посева кукурузы, подсолнуха и кукурузы. Прошу, посмотрите, зайдите, сейчас ее вам придется сравнивать. Пройдите, вот эта вся делянка в вашем распоряжении, вот это 14 дней до посева подсолнуха. Не бойтесь, зайдите сюда. На это по новой поднялись эти или... Вот смотрите, на этом поле росло вот такое же самое промежуточная культура. За две недели до посева подсолнуха, мы заехали раундапом, 4 литра, сжахнули, и вот потом посеяли. Вот эти две недели весны дали возможность появиться всем вот этим сорнякам, которые вы сейчас имеете. Правда, правда. Вот эти сорняки появились за эти две недели до посева. Так как это подсолнух, которым можно применять Евролайт, Креофедовская технология, то вот это то, что он начинает золотеть, это эффект грибицидов, за которым мы применяли. И посмотрите на равномерность размещения, то есть не равномерность, а на развитие подсолнуха. То есть мы... Для сравнения. Просто я прошу ваши впечатления оставить. Здесь два варианта, и подсолнух, и кукуруза. Причем подсолнух посеян, вот тут же мы стоим, вот таким междурядом, да? И вот туда дальше посеян традиционный 70-сантиметровый междуряд. Для кукурузы и подсолнуха, по биологическим их свойствам, лучшей шириной междуряд является не 70, является 35, 38, 38. Вот это их, по биологии, это их ширина. Почему мы тупые, делаем 70? Да потому что в 38 не влазят ни наши трактора, ни наши междурядные культиваторы, и все это сделано не под биологию культуры, а под то, чем бы нам потом воевать с сорняками. Если в нас отсутствует необходимость войны с сорняками механической, то есть междурядными культурами, почему мы должны отказываться от посева в 35 сантиметров? В этот момент, что происходит? Культура раньше закрывает междуряд. Она просто классно растет, да? А закрыла междуряд, значит, мы теряем меньше влаги, просто на физической истории. Раз. И второе, закрытое междурядие, это меньше сорняков. Я хочу, чтобы вы еще вот такой маленький, все-таки запомнили акцион о том, как оценить эффективность принятой или примененной вами системы химической защиты культур от сорняков. Она может быть разной, почвенная, не почвенная. Продолжение следует...